Соревнования за вузы и за абитуриентов. Сегодня стартовала вступительная кампания. В этом году правила поступления изменились. О новшествах расскажут наши корреспонденты. Конечно, свято. У нас один так для нас свято. В приемную комиссию Владислав приехал со всей семьей. Чтобы избежать ошибок, поясняет мама. Вырешили своими очами и своими руками. Абитуриентка Мария тоже в очереди к компьютерам. Ошибиться очень боимся. Если сделали ошибку, то уже потом изменить там очень сложно. Во время прошлой вступительной кампании сведения в соответствующий электронный реестр могли вносить члены приемной комиссии. В этом году заявки надо заполнять только лично. Не ставите позначку за кошты физических або юридических осіб. Это будет означать, что вы идете на бюджет. За приемными комиссиями теперь закреплена скорее техническая функция. Каждый абитуриент до своей заявки должен прикрепить додаток к аттестату. На жаль, не у всех есть сканер. Не все могут сметиковать, что можно сфотографировать и прикрепить в такой способ. Поэтому до всех принимающих комиссий министерство обратилось с предложением обеспечить места для абитуриентов. В этом году не только выпускники соревнуются за вузы, но и вузы за отличникам. Чем больше таких абитуриентов захочет поступать в конкретное учебное заведение, тем больше будет финансирование дополнительных бюджетных мест. Заказ вырос на четверть. Действительно, можно выбрать лучший контингент. Мы сподеваем, что те изменения, которые проводятся в Министерстве освещения и науки, дадут позитивный результат. Впрочем, на старте вступительной кампании возникли проблемы. В первый день было очень много желающих подать документы, и сервер Минобразования зависал. Ведомости просят не паниковать, называют ситуацию прогнозируемой и утверждают, что даже в дни больших нагрузок сервер работает просто медленнее, чем обычно. Наталья Ковачевич, Дмитрий Данченко, специально для телеканала Донбасс.